Здравствуйте, друзья! Именно здесь я хочу начать нашу историю. Историю о настоящем американском внедорожнике. Это джип-праундлер. В общем, мы взяли джип-праундлер в Сахара комплектация и хотим его опробовать, показать, какой он на самом деле, прогнать его по полному бездорожью, проехать реки, горы, скалы, посмотреть, как он проходит брод и так далее. В общем, смотрите. Я думаю, в этом видео мы покажем именно ту жесть, которую не показывает никто. Погнали! Все, перегружаемся и валим. 50 долларов. Да, это я уже узнал, офигенно. Двухлитровый, ребят. Два литра нам дали. Вот такая, простенькая комплектация. Двухлитровый, ребят. Двухлитровый, ребят. Двухлитровый, ребят. Друзья, итак, у нас первая лужа, которая нам встретилась сразу в начале пути. Я думал, после этого наш путь заканчивается. Вот то, как преодолел это препятствие наш джип, я вам скажу, меня вселил надежду в то, что реально американцы могут делать вот такие вещи. джип, честно, очень проходимый. Гляньте сами. Пошел, 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 пошел. Пока не останавливайся. Ну что, мы сели или нет? Нет, вроде бы идет. Идет, 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 идет. Идет. Мы вышли. Мы вышли. Он вылез. Да. Вот там двухлитровый турбированный двигатель. Аааа, мы сделали это. Конечно, скрежет был до какой степени дикий и ужасный, что я не понимал. Я думал, что там внутри что-то уже попало вовнутрь. И все, скорее всего, нашему двигателю придет хердек. Но за это мы платили дополнительную сумму. За полную страховку. Я думаю, что даже если в случае нашему двигателю придет конец, ну еще, подожгли, выбросили, сняли хороший контент, поехали дальше. Ребята, а вот здесь, честно, я вам скажу, я был уверен, что мы его положим на бок. Но каким-то чудом мы прошли. Мы не утопили его здесь. Хотя, вы обратите внимание, он еле выскочил из этого. Тут выливается вода, откуда-то. Но пока все наши испытания джип Сахара в рангар проходит очень довольно-таки достойно. Руслан, что стоишь? Согласен, я прям удивлен, если честно. Дырять. Он проходим. Я сам офигел от того, что как мы залезли в эту лужу вторую. И как мы из нее вылезли. В общем, такое интересное чувство. Поэтому 25 тысяч долларов уверен, что стоит за нее отдавать. Кстати, эти автомобили мы продаем в России, начиная от 4 миллионов рублей. Новые именно Сахара версии. Рубикон мы продаем от 5 миллионов рублей. Поэтому, если кому-то интересно, не стесняйтесь, скажите извините. Рубикон мы субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Ну вот и доигрались, застряли. Сели на днище вот здесь. Видно, да? Руслан ушел влево и посадил на днище, колеса крутятся и ничего, мы сидим на днище. Ну вот на такой вот яме. Сейчас ребята, которые гоняют там на багги, едут сюда и будут нам помогать. Вот так вот висим. Да, вот таким жестким сейчас будем вынимать. Ооо, все, супер! Съехали! Мы на вершине! Вот так как мы потянешься и уши на форсово! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, с дрона я сделал много красивых кадров, много красивых видео, но вот что случилось потом. Вот почему они не сохранились. Вообще, я понял, что мы не были готовы к таким покатушкам. На камеру мы не взяли кейс. Отсюда и плохой звук, да, кейс водонепроницаемый. Дрон лег в воду. Вообще, смотрите, это, конечно, жест, но я в следующий раз обещаю, я подготовлюсь. Скоро будут очередные обзоры от нас именно по проходимости цехельных моделей, которые мы предлагаем вам покупать здесь, в США. Друзья мои, вот такой вот у нас был обзор G-Frangler в комплектации Sahara. Ну, а что бы вы хотели видеть следующее? Что вам показать из американских автомобилей? Как его отснять? Если это внедорожник, топить его, не топить? Скалы, горы. Может, это легковой автомобиль? Пишите ваше предложение и, ребят, мы возьмем любой автомобиль и покажем вам так, как вы захотите. Только честные обзоры и только здесь. Сей Моторс, Владимир Толочко, с вами всегда.